добрый вечер дорогие подписчики вот сегодня мы проведем с вами еще одну сессию индивидуальную или там пару сессий вчерашний формат не понравился это было впервые не в общем это почему-то интересно поэтому хочу еще с вами пообщаться посмотреть поработать завтра у меня полный рабочий день завтра в алматы буду работать вот так что еще могу еще буду работать послезавтра поэтому можете тоже переходить на мастер-классе на тренинг в общем куда кому удобней сюда приходите в зависимости от цены и предпочтения в общем это можете сориентироваться уже а вероника привет вот так что такие дела сегодня клеил защитную пленку на телефон и вы что-то что-то вам по моему вчера писали давайте посмотрим кто это что это посмотрим там присоединяется я не знаю насколько выкинет интернет потому что я просто нечаянно нажала а ясно хорошо тогда я вас отсоединяю давать тачки получается или жду и побоюсь встречи с вами да не бойтесь хорошо ничего страшного в этом нет поэтому все зоне комфорта максимально сделают быстро давайте посмотрим то еще случится давайте имира подключайтесь посмотрим привет привет скоро новый год в елку поставили нет не раз было у вас это было что-то спасибо надеюсь приятные впечатления остались особенно после вы мне скажите картинка сегодня лучше чем вчера было привет кто вчера был в общем смотрите кто хочет чтобы с ним поработали вы сможете сучаться ко мне в прямой эфир я вас мы сделаем спаренный эфир и и мы с собой поработали что вы проводите вчера так получилось что ну супер сегодня просто другого телефона поэтому хотел сравнить то есть люди разницу заметят не заметят поэтому качество картинки изменилось так лучше прям взрывается вчера прям очередь была сегодня немножко боитесь давайте просто поговорим как у вас день прошел потом кто захочет чтобы с ним поработать и можете написать сначала а потом уже постучить сегодня экран чищену спасибо круто вот еще кто-то стучится кто это у нас я думаю вы там случайно наверное надо нажимаете давайте так по поводу цены там сеансы тренинг вы лучше выходите в директ или выходите в ватсап и там мы с вами здравствуйте у вас это случайно получилось или вы намеренно подсоединились нет я намеренно что-то звука нет но мне очень страшно если честно а чё страшно мне же до вас далеко ну я просто смотрела вашу работу и как-то вот боюсь запрос какой скажи лучше запрос у меня какой ситуация такая меня Екатерина зовут очень приятно вы откуда в москве нахожусь из москвы звоню а круто вообще классно ага и запрос запрос у меня такой в общем тема предательства прорабатывает это хилинги и прощалки и все что угодно и с папой и с мамой в общем как угодно у меня все равно эта тема не выходит никак мне каждый раз кажется что меня вот предадут там обязательно мне изменят и все в таком духе ну и обязательно все изменяют ну конечно ну конечно смотри это вопрос доверия я не знаю насколько я тебе смогу помочь или нет аааа ты знаешь на кого обида да это на мужчину в основном или на кого это или на маму ну тут как-то двойственно на самом деле и мама вроде и папа тоже как-то вот ну я даже по травмам читала вот лизбурбой если рассматривать да то там получается вот эти пять детских травм то травма предательства она от отца больше а от мамы травма покинутой может быть вот мне кажется и то и другое есть ну в общем как-то вроде на какое-то время отпускают такие мысли а потом какая-то ситуация бывает случается и у меня прям как будто ну вот паника там просто человек трубку не берет все мне уже кажется что все он там не изменяет где-то у тебя недоверие это это жестко это недоверие в смысле я боюсь таких как ты умных которые уже много чего прошли и с вами непонятно что делать давай этот мне тебя очень плохо видно ты подошли чуть-чуть глазки закруем как то сделай глубокий да немного поработаем и там еще глубже вдох что бы ни происходило только не бойся ладно пишут самооценку может повысить надо смотрите по поводу ты дыши я пока поговорю ладно по поводу самооценки если бы можно было просто взять повысить где-то был бы в лазер да там раз приподнял и было бы хорошо это было бы здорово но самооценка сама по себе не поднимается это прям глубинные работы внутренней но еще глубже вдох ага вот так еще сейчас буду говорить то что чувствую мужчины вампирят мужчины вампирят человека два-три скорее всего двое даже женщины чуть чуть как-то это давно так вдох ну я вдох ага давай вдох и выдыхай ага и давай правое ухо закладывай углу тянет с правой стороны давай вот так если получится заплакать поплакать потому что уже не углу забавно ага вот так дорогая давай а чуть чуть голос а а ага вот так вот так вот так вот так устала сильно устала прям оттаяния давай 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 руки ноги голова все давай все плачь теперь Катя только не бойся выплакивай прям все ладно иголки вообще по всему телу круто давай выплакивай выплакивай вот так мой хороший еще вдох вот так вот молодец ага да да выплакивай только не включайся чтобы не происходило не было прям выдыхай вот так вот так давай а а а навыки буква дай а 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 н хуже иголки струны не знаю как описать можешь взять подушку лицом туда лечь и на подушку и прям проораться просто сможешь или в матрас просто в диван давай в кровать я понял вставай на колени головой в матрас диван ори прям я вижу я знаю про что ты говоришь может не показывать плач чем больше эмоций ты выпустишь тем будет легче сейчас ей надо проплакаться и тогда вот так мои хорошие давай у людей у которых вот это вот руки это сворачивает это влияние извне и это не отношения не работа не пила все стоит конечно отпустит куда делится ты плач давай она заболбалась просто вот что происходит надо сначала чтобы так руки не сворачивались надо сначала делать чтобы так они свернули а потом когда она продушит эти блоки то они потом отпустят и все выводом посмотрите на ее голос на ее состояние лица насколько она сильно изменится после этой сессии ей будет прям легче катя плачет в москве кто живет у них напряжение вот такое ничего не сделаешь тем более если она даже его коллективное одиночество это чтобы вы поняли это примерно как знаете как у нас астана только напряжение наверно раз десять тоже руки немного кашляет кашляет в общем кашляйте плачет что-то не идут слезы больше ты тебя так оставить сейчас своими руками леви я тебе сказал глубокий вдох давай твою силу у тебя никто не заберет поняла ты меня? давай молодец Ну, пускай. Здравствуйте. Что происходит, это мы сессию проводим. А фигня это или не фигня, в общем, у каждого своя боль. Поэтому вы наблюдайте, чем оценивать. И желтками раскидываться так сразу и резко. Катя, дыши глубже. Сейчас пойдет момент, когда начнет отпускать. Молодец. Ну, вроде чуть-чуть лучше, но руки все равно еще немного сжаты. Да-да-да, давай дыши. Не знаю, плохо видно. Да, уже отпускает, уже все. Я понял. Можешь их стряхнуть. Ага, вот так. Тебя чуть плохо видно. Ну, вот. Ничего, ну-ка, посмотри, покажи себя. О, вот. Ты потом посмотришь, у тебя лицо расслабленнее. А теперь смотри, давай я тебе чуть мозг загружу, потому что ты ничего не поняла, все равно что произошло с тобой. Тебе не впечатлили? Ну, в сущности что-то я услышала, еще немного сжата рука. Не, это нормально сейчас, отпустят уже. Стряхи, вот так. А что можете освободить от влияния изменений? Я могу освободить от влияния изменений. Это вот то, что мы сейчас делаем. Ты должна знать просто то, что с тобой происходит. Вы можете верить в это, можете не верить. Но есть влияние извне, когда на тебя влияют, да? Когда тебе хотят зла или там, ну, или просто тупая человеческая зависть, да? И когда тебя не... Я включила свет. Ну, вот так надо было сразу выходить. Ну, просто как-то я стеснялась, и у меня еще лицо красное немного после косметолога, поэтому я не стала свет яркий включать. Руки все равно, вот еще. А она сейчас будет отпускать, это уже ничего страшного. Вообще вот эти сессии нужно делать до тех пор, пока вот это не прекратится, сворачивание. Обычно это делают не один раз. Когда тебя один раз перекрыли, второй раз перекрыли, да? То есть мы же сразу, до нас не доходит, что там туда нельзя идти, или там у нас как-то мы упертые немного. И поэтому магию, ну, магию, короче, магия, да. Ее делают несколько раз. Обычно. Очень редко, когда делают там один раз. Обычно ее делают два-три раза, кому-то там 15-20 раз делаем. Тогда это... Вот отсюда зависит количество сеансов. И всего в мою практику было два случая, три случая, когда из человека вышло 15-20 влияний из гнев, и за два часа, да, но там люди, они думали, что они с ума сходят. Их вот так выворачивало, и они стояли у меня на мостике вот так два часа. Прикинь, ну, просто корежило спину, и вот. Ну, я на самом деле чувствовала, что может быть что-то подобное, судя по вашим эфирам, ну, то, что я смотрела. И поэтому, видимо, я и боялась. Ну, потому что одно это вообще как-то... Вот. И вот... И от этого избавляется оно примерно таким образом, и потом у тебя сейчас будут там... Деньги пойдут, отношения пойдут, то есть потихоньку сейчас будет все налаживаться. То, что у тебя это сдерживало, теперь будет оно наоборот ускоряться. Ну да, много вопросов на самом деле, которые меня беспокоят и в отношениях, и финансовые, и так как-то, ну, как-то и в принципе, там даже дружеские какие-то отношения не особо складываются. Как-то мне вот ничего не хочется. Ты в Москве доможешь? Шесть лет уже. А сама ты? Из Молдавии. Как тебя занесло, смотри. Так сюда всех заносит. Ясно. Ну, там, смотри, это, знаешь, единственное, что это... В Москве тяжело, дружить тяжело в Москве почему-то. То ли не умеют, то ли, ну, в общем, не знаю, это очень сложно дружиться. Я это не про всех вообще в Москве, но в целом почему-то то ли расстояние, то ли там бешеный, не успевают эти отношения поддерживать. И поэтому, когда ты только начинаешь, очень сложно там как-то клиниться в эту карьеру. У тебя все получится нормально. Ты умная, очень умная. Спасибо. Смогли, что ли. А что я так и не поняла? Это, ну, какие-то сущности, типа, магическое воздействие на меня из-за ней или что? Да, да, да. Это кто-то, ну, кто-то позавидовал, может, где-то этот и просто мочканули и все. Вот. У меня прям ноги даже дрожат немного сейчас. Оно сейчас будет просто всю вытряхивать потихоньку. Я тебе прям вот сегодня, смотри, 3 пачки соли возьми, положи в ванну, раствори их прям этот, чтобы эта соль растворилась. И в ванной 15-20 минут просто полежи. Ты когда выйдешь, ты увидишь, что вода стала черная, там, черный песок выйдет, там. Ну, то есть тебя это удивит состояние. И, в общем, раз в день, один раз в день делай до тех борт, пока вот эта черная не уйдет. Хорошо? И так? Спасибо вам большое. Ну, пожалуйста. Так страшно было вообще, я думала. Ну, прям реально очень, прям иголки по всему телу. И вот как будто как струны натянулись и иглами прям все бьет, все-все тело, руки, ноги, голова прям вот все пульсирует так. Как будто онемело даже как-то непонятно. Вот как будто, когда я наняла нога, например. Или как отсидела когда, да? Да, когда отсидела, да, и вот потом пошли иголки. Вот так все тело у меня. Круто. И голова, и руки. А в животе даже как будто вот я выдыхала и прям как будто аж болела в области вот грудной клетки, в области желудка, как будто болела. И я вот эту боль как-то вот пыталась выпрямить, грубо говоря. Да. Ну здорово. Сложно судить, потому что это не изменилось. Но лицо вот это. Ну вообще круто, классно, ты молодец. Что не сопротивлялась. Видать, тебе очень сильно надо. Я очень хотела, я вам писала просто уже неоднократно. Вы в прошлый раз были когда в Москве, я только о вас узнала. Я не успела еще понять, как вы работаете. И спросила вас, вы говорите, вы там еще пару дней. Вот. И у меня даже не было этой суммы на руках, ну, чтобы вам попасть. Все, я еще не узнала даже, как у вас проходит. Все, думаю, ладно, тогда в следующий раз пока все, поузнаю, как там, что. Вот. А потом пожалела бы, улетели, думаю, блин, надо было что-то придумать и пойти. А теперь королево. Ну я сейчас график сделаю, приеду, потом заходи. Это будет, может, ладно, но сзади будет. Вот. Обязательно. Ну, приду. Сейчас, если еще все будет, как вы сказали, чтобы, ну, это, у тебя сейчас все пойдет. Я, конечно, вообще прям, можете меня сразу в список ожидания вносить. Хорошо. Я буду первой в Москве. Здорово. Классно. Спасибо вам огромное. Ну, пожалуйста. Здоровья вам крепкого. Вы нам нужны. Хорошо. В общем, приеду. До свидания. Давай, пока-пока. До свидания. До свидания. В общем, я тоже хочу. Вот. Приезжайте в Москву. В общем, в Москву приеду. Я тоже хочу к вам. Примерно такое происходит, да, то есть, если бы находиться рядом, это можно было вот это еще надувить, и процесс да, он глубже, и он больше из человека можно вытащить, когда принудительно. Потому что есть момент, когда человек успокаивается, и вот, в общем, его как-то бутряхит. Мамфа сам, может, вам сейчас, если вы сейчас хотите в эфир, ну, постучите. Катя красотка, такая милая. Здорово. Катя вообще молодец, и я благодарен вообще за ее доверие, как она раз и сразу ее, да, как-то это свое состояние она не стала скрывать. Конечно, она стеснялась, потом телефон куда-то спрятала, и что тут с ней там происходило. Большую часть мы не видели, но эфир, в общем, кайфовый. Асель, я тоже хочу в эфир. Ну, вы стучитесь, выходите. Я говорю, просто если. Можно я тоже, но завтра. Завтра, я не знаю, будет эфира или нет, потому что я завтра работаю прям допоздна. То есть, у меня прям запись, и я не знаю, если буду в силах, то я сделаю прямой эфир. Вот. Начну орать овень. Вот. Единственное, за свое, за свое адекватное, принято ремонтации, но теперь не сами. Теперь не случайно, да? Здравствуйте, да. Теперь не случайно, потому что я только-только зашла, и так зашла, и... Не поняла. Когда я первый раз зашла в прямой эфир, я не сразу поняла. Из-за этого вот. Сейчас я увидела, что вы сейчас проводите, и тоже хотела бы попробовать. Откуда и как тебя зовут? Меня зовут Айгуль, я с Сатуром. А, ну круто. Хорошо. Какой запрос? Чем бы хотела поработать? Вот у меня последние сейчас три года непонятная какая-то депрессия. может, как скрытая или что-то. Потом я часто болеть начала. Ты простываешь часто? Или еще что-то? Да, часто простываю. Она у меня началась в августе, сентябре, октябре, ноябре. Вот сейчас, да, в ноябре. Каждый месяц прям. Я чуть волнуюсь еще сейчас. Да, не волнуйся. Глаз не закрой, чтобы я видел глаза. Вдох сделаю глубокий. Сейчас. Глаз не видно. Это как-то это ненадолго. Вдох глубокий. А, ага. И выдох через рот. Через рот выдох. О-па. Еще. Еще глубже. Еще. Глазки пока, Игорь, не открывай. Затылок тянет немного. А плечи тянет, вот и шея. Есть. Такое. Ага. Тяжесть на плечах. Да, да, да. И... А вот кто-то садится, что ли. Давай-давай, в районе пупка теперь еще. Давай-давай, выдыхай. Напряжение. Вот. С правой стороны чуть под лопаткой немного ниже прям грудной отдел. Под правой лопаткой где-то там прям этот вампир, я тебе мужик какой-то... Выдыхай. С левой стороны я чувствую. Ну да, вдох. Ага. Еще глубже вдох. Бедро, голень. Давай-давай, выдохай. Ну, там еще. С мастер. Да. Да. Уже не пошло. Масочка, подъезжай, давай. Угу. Дышаем. Мужчин не слышишь вообще? Я говорю, мужчин не слышишь? Не слышу? Я про это и говорю. Я говорю, мужчин не слышишь? Мужчин не слышишь? Мужчин не слышишь, да? Я вот не слышу. Выдыхаю. Вот так, еще вдох. И сердце вот это напряжение. Сейчас ощущения хихих в теле. В животе что-то я чувствую. Ага. Потом на плечо что-то тяжелое. Как будто бы, ну не совсем тяжелое, но... Какую-то нагрузку в пояснице. Нет. Так чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Угу. Я не пойму. Давай-давай, дыши. Теперь смотри. Со спины. Со спины я что-то чувствую. Сверху поясницы. С левой стороны. Давай. Ага. Слухи. Ты пока дыши, ладно? Когда что-то будет начать происходить, ты просто скажи, где-то мозг отключать. Я здесь чуть на вопросы поотвечаю. И я с тобой. Ладно, не Бог. Объясните, пожалуйста, про то, что работа онлайн. Я под вашим впечатлением, что вы по-другому чувствуете, читаете и как-то смотряете на лицо. Очень интересно. В общем, человеку можно подключиться, и я этим не занимаюсь. Я подключаюсь просто, и когда есть какой-то контакт, или номер телефона хотя бы, это можно. Угу. Прямо в голову эти мысли лезут. Про что? Я говорю, расслабиться. Да у меня постоянно лезут в голову разные мысли. Тебя вот, знаешь, вот с тобой надо работать с применением насилия по-любому. Ну, дыши. Не дышать? Дыши. Вот если с тобой, допустим, сейчас дальше продолжать, мы поработаем, дыши, я пока поговорю. Ты очень волевая, да? И ты не отдаёшь. И из себя это надо ногами выбивать, если честно. Ну, здесь сзади, вот, со спины, вот, с левой стороны я чувствую, как будто что-то давит. Ну, я сейчас уберу. Кто-то руками как будто что-то давит. Если не менее нос холодный, слабость головы давит, ноги не имеют. Это хорошо, это блоки полезные. Тышим лучше. И еще. Уже в нос, уже в воздух этот давит. Угу. Нормально. Здравствуйте. Хорошо. Внутри дрожь какая-то. Не знаю, может, из-за того, что беспокоишься сейчас. Ну, нет, уже все пошло уже. Не заработаю. Хм. Внутри дрожь. Продолжение следует... происходит происходит индивидуальность и слезы что снизить все хорошо спору вызвать смешные это одно чувство что мне с левой стороны сейчас уберу как так его как это давление написать в директ и я вам отвечу еще хорошо кстати тоже говорили на скорую когда что игорь ответил куда нибудь нет я над комментариями здесь мы делаем в прямом эфире это просто на добровольных начала наверное из-за того что этой рукой держу на телефон так я буду перевернута теперь сердце выдыхает боль вот так еще хорошая практика мне тоже вчера понравилось как мне этот боль выдохнуть что-то подумать о чем то не думай даже не дай бог просто выдыхай прям вот я не знаю про что это просто сама отслеживать в какой-то момент возможно начнешь плакать и слезы пойдут и можешь уже ну оно само выйдет что-то мне сейчас тяжело строить отношения у меня были отношения три года назад после вот этого я даже не знаю из-за чего может вот это как бы депрессия хотя мне люди говорят какая у тебя депрессия никакой депрессии нету ты же ходишь улыбаешься я уже девушка из-за того групповой трей состоит из разных по количеству людей поэтому не знаю богдат нам скорее всего и вы с вами сейчас здесь закончили я уже плачу с вами тоже смотрите ваша боль ну алья алья ваша боль с ее болью совпадает поэтому вы плачете вместе с ней и за нее у всех у кого сейчас эти блоки полезны ваша боль она идентична ее боли и поэтому вы плачете за нее а она держится она не последняя отдыхай вот она моя дорога как давай пошла вот так хорошо ну так хорошо фу давай давай не успокаивайся закрой глаза и реви что это давай не вообще-то я сама по себе плакса такая вообще восприимчивая закрой глаза и замолчи плачь до истерики предплачь и не смейся до истерики на чтоб истерика была выпускает сейчас материться матерись можешь этих мудаков прям протопить я все давай давай не могу давай я тебе сказал тебе надо быть хорошей тебе надо быть хорошей я тебе сказал с этой болью в душе еще сколько будешь ходить скажи выпускаете я говорю если ты свою жизнь хочешь так же дальше жить живи но если ты хочешь от этого избавиться реви сейчас я даже иногда себя не понимаю такое впечатление как будто я хожу и существую вот вы мне скажите как вот ее не бить а тебе надо в живот сейчас реви я тебе сказал я не могу мне там выпускай боль твою мать она там мама она меня сейчас не поймет плачь я тебе сказал хотя все хорошо что я ее предупредила что я с вами сейчас что там рядом гните ее в живот а нету никого нет я тебе говорю я просто окружающий дом мы сейчас эфир завершим ты сейчас просто все в ноль просто убираешь понимаешь хорошо сейчас все все вот так здорово вот так допускай не сдерживайте говорю я не хочу вспоминать это не хочу плачь плачь плакивай не успокаивайся вот так плачь давай 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 не сдерживай крутая плачь аж эфир подвисает ты где дефир век лет еще раз постучите она что вылетела где подсоединиться обратно агера подключись ко мне пожалуйста еще раз а или хотя бы в комментарии напиши с ней все хорошо с ней лучше чем было она была она ничего не писала герим подключить я тебе говорю здесь стресс это выход стресса и сейчас надо плакать пора рация сейчас она успокоится возможно стесняется пусть проливется ничего то выйдет прямой эфир посмотрим там дальше агера выйди в эфир эти говорю флауру просто я не помню лучше пропадайте ладно агера подключить пожалуйста она там плачет у нее истерика там сильно это хорошо может не что-то случилось и ничего не случилось у вас уникальной способности а вот не смогла за давайте я ее так вызвать подождите дочка у меня там еще постует что-то не получается мы теряем мы теряем ее у меня это долго продолжится нет, я все равно не до конца давай ну хорошо уже у меня обычные истерики вот так начинаются честно сказать, когда меня сильно обижает когда мне в душе больно я могу вот так дома сама по себе вот так сидеть и плакать у меня даже мама иногда не понимает что случилось вообще я же сама плаксу тебе бить надо может быть из-за этого может из-за этого я сейчас прям я думала, я не знала я не думала, что я так при всех людях, сколько там, 50 с чем-то человек было тебе честно сказать, когда на эфир посмотрело 600 лишних человек а? ага 600 чем-то 600 человек посмотрело еще вложу в ютуб это все ну в общем, держись меня в ютуб все вместе воно смотри когда вот там вопросы задавали есть вот допустим есть бочка слез да, там какая-то емкость и у тебя там этих слез вот столько да, допустим ты берешь выплакиваешь вот так да, когда доходит до краю ты выплакиваешь чуть-чуть потом ходишь еще 4 дня слезы опять копятся и опять ты ревешь наша задача то, что я делаю да, вот с людьми ты должна проплакать до конца ты должна дойти до дна почему я тебе говорю истерику давай давай еще почему я людей не выпускаю и начинаю их давить где-то подстукивать чтобы вся боль твоя вышла чтобы ты один раз свою боль провалилась прямо до донца и тогда тебя будет от нее тошнить иначе это называется мастурбация, да? чего нет? нет, нет, нет у меня иногда бывает что я если вот я конкретно когда злю я все равно выпускаю я даже иногда бывает что вещи кидаю от злости вот например если будем то мужчин не слышать ты вообще понимаешь что тебе говорят а? ты вообще никого не слышишь дорогая уши открой дошли глубже я слышу у меня наушники просто я наушники yes еще раз ты и вообще все люди да вот эта своя боль которая твоя да или вот эти этот почему копятся копятся слезы и постоянно плачут потому что они не проплакали свою боль до конца и очень важно это дойти до конца до дна прям и поэтому такой эффект когда есть человек это все выдавливаешь насильно да у тебя это все выходит и тебе потом становится на все похер вообще после сеанса когда ты сейчас о чем думаешь мысли в голове мысли в голове я просто думаю может мне завтра выплакаться самой никак не получится ты лучше тогда приезжай на тренинг я с тебя там все выбью будет больно я тебя предупреждаю потому что ты упертая я тебя не знаю ты можешь оставаться ты можешь думать что обо мне подумают что там мама подумает что заседи там охерели но твоя боль осталась с тобой понимаешь тебе легче будет но ты когда мне больно сильно больно я вообще о соседях не думаю я начинаю прям как будто вокруг никого сейчас просто маму что случилось что случилось ну я до этого предупреждала я сказала что я с вами связываю если со мной будут какие-то истерики я тебя прошу просто услышал айгуль 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 еще раз просто услышь ты упертая вообще нереально просто ты упрямая и не слышишь людей вот эти две вещи просто упорство твое упрямство оно помогает тебе ты так выживала ну уши открой давай так каждый раз когда тебе охота будет сказать я знаю или у меня по-другому ты прикрываешь свой рот и молчишь пять минут договорились это не только со мной это вообще я прислушиваюсь к людям сейчас чего это говоришь смотри ты играешь в такой пинг-понг я тебе что-то говорю ты берешь и говоришь окей но у меня по-другому поняла не поняла нет я просто стараюсь вам как бы о себе вы же меня же не знаете ты еще не поняла ты с кем разговариваешь не знаю я ее тебе опять прийти там рядом посидеть с широком иногда бывает что люди меня не понимают когда я я не могу правильно высказать мысль иногда из-за этого мне бывает больно еще раз я тебе повторю еще раз ладно потом эфир заново пересмотри уже с таким открытым умом упрямство немножко его немножко остановить и научись слышать людей когда тебе что-то говорят и тебе охота это вот пересказать заново или как-то сказать у меня не так и что-то другое впарить пять минут молчишь ты увидишь как твоя жизнь изменится только из-за этого дай людям шанс сказать услышит теперь сделай глубокий выдав ты здесь ты не уходи пожалуйста я я тут это у вас подвисает а это у меня подвисает ты крутая что ты вообще подсоединилась я тебе очень сильно благодарен за то что ты в эфире и пропиши письма прощения в ютубе запей письма прощения и внимательно послушай ладно и пропиши сорок дней попиши потому что у тебя обид очень много ты в силу своего характера и в силу своего упрянства ты очень много накопила ты как только от этого избавишься у тебя жизнь изменится внутри на 18 градусов тебе прям легко тебе прям легко станет жить просто не обижаться у меня это привычка она объедается в голову ты не сможешь смотри это нейронные связи которые один раз не образовались и ты по этой пластинке по одной ездишь из нее очень сложно выходить 28 секунд осталось я сейчас обратно выйду в эфир и там с кем-нибудь еще поработаем в общем услышь письма прощения я тебя прошу пропиши хорошо ладно вот и каждый раз когда ты хочешь что-то свое впарить вместо того чтобы тебе люди говорят немножко помолчи и все я всегда молчу я когда с кем-то разговариваю я всегда молчу я особо не 3 секунды разговариваю